доброго дня любители острых клинков вы на канале life knife и сегодня в нашем холодном обзоре мы рассмотрим с вами один интересный горфикс от кизлярских мастеров под названием пирания почему холодным не потому что нож холодный но же как раз таки у нас теплый как пирожок а потому что на балконе как видите орешник замерз погода 0 минус 1 но не просто 0 минус 1 а еще сыра туманно как как на туманном альбионе е-мое только в пятигорске этот ножик попросил снять один хороший человек с группы ссылочку на которую я оставлю в комментарии кому кто увлекается на живой тематикой вступайте добавляйтесь подписывайтесь и также ссылочку на инстаграм оставлю вот я снимаю что у нас в обзоре горфикс от кизлярских мастеров почему горфикс потому что это маленький компактный городской фиксит вот реально маленький компактный длина клинка составляет всего 88 миллиметров что выводит его из категории холодного оружия а переводит категорию туристические или шкуросъемные если кто не знал общая длина составляет 200 сейчас дайте вспомнить 204 миллиметра чем мне нравится этот ножик ребят тем что на нем нету привычной многим вот этой вот вы чину вы черной гравировки лазера на весь клинок орел охотник медведь волк тактическая лопата аху что там еще есть палатка купи нож алиэкспресс ну и так далее вы поняли до описание откуда взята а просто голый клинок без всяких вот этих вот надписей ну рисунков только вот надпись ножа и сделано в россии вот этим не этот ножик и нравится что значит по клиночку стал стоит 65 х 13 55 будет единиц 56 возможно ну хотя навряд ли скорее всего 55 подводы как видите здесь ровные пару раз попадались мне ножи из ворс мы из кизляра тоже кстати есть там ребята которые подводы делают как будто на болгарине здесь же все так более-менее аккуратненько имеется чоил вот кто не знал это вот это вот как дулька и еще называют вообще вообще правильно это дулька кто-то ее чуяла называет для облегчения заточки клинка толщина идет 3 миллиметра в основании ножик идет фултангом как видите накладки деревянный орех и про вставки у такие зеленого цвета не знаю из чего сделано врать не буду крепится все это на винтах черного цвета под крестовую отвертку вот прям вот разбирать будет милое дело раз-два и готово можно паракордом обмотать ну или другую рукоять присобачить если есть желание кстати она как видите такая с рисунком не скользит вот в руке удобно ножик классный темлячок я уже сам повесил ножик поставляется сейчас вот в таких чехлах кожаных ну стандартные и уже привычные для ребят дагестана чехлы классная кожа толстая как видите не тонкая ничего не экономили на сове сделано посмотрим как он будет выглядеть в ножнах чуть-чуть выпирает примерно половина рукояти чехла но не страшно все равно вот смотрите в руке он умещается даже в ножнах размер небольшой ты симпатично выглядит думаю на подарок можно смело дарить тоже не прогадаете ну или себе если кто присматривает также у ребят есть еще там пару моделей это м1 м2 и химера на них обзор я скину чуть позже тоже классные ножи мне нравятся тоже тоже нравится покупателям по бумажке она у меня отсырела плохо берет сырая все-таки наверное не возьмет до берет но с трудом сами знаете сырую бумагу намного сложнее резать и теперь теперь по волосам давай мне тут есть и берет ребят в общем нормальная за . не я ничего не правил как было так и есть вот такие дела на этой ноте завершаю с дорогие друзья если есть какие то вопросы задавайте пишите в комментариях все могу не упомнить буду рад вашим лайкам подписки и чего там еще можно радоваться и просмотром благодарю вас за уделенное мне время всем пока до свидания и и и и и и и